Сура 18. Пещера. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала Аллаху, который не спаслал своему рабу, пророку Мухаммаду, книгу, Коран, и не сделал в ней, в этой книге, никакого искажения, отклонения от истины, прямую, в которой нет противоречий и упущений, чтобы предостеречь неверующих о великой ярости, о суровом наказании от Него, от Аллаха, и чтобы обрадовать верующих, которые творят праведные деяния, тем, что для них уготована хорошая награда рай, в которой будут они пребывать вечно, и чтобы предостеречь тех многобожников, которые сказали, взял Аллах себе ребенка, сына или дочерей. Нет у них у многобожников об этом никакого знания, и ни у их отцов, предков, которым они слепо следуют, не было такого знания. Велико это, как слово, выходящее из их уст. Они говорят только ложь. Может быть, ты, о посланник, готов своей печалью погубить самого себя по их следам из-за них, от того, что они, твой народ, не уверовали в это повествование. Коран. Поистине, мы сделали то, что на земле животных, растения, ископаемое, украшением для нее, чтобы испытать их, людей, кто из них лучше деяниями, больше покорный Аллаху. И при окончании этого мира мы обязательно сделаем то, что на ней, на земле, плоскостью, лишенной растительности. Или ты, о пророк, решил, что обитатели пещеры, история о них и плита, на которой были записаны их имена, были самым удивительным среди наших знамений. Но создание небес, земли и того, что есть в них, является большим чудом, чем эта история. Вот однажды верующие юноши, опасаясь принуждения к многобожию и искушения от своего народа, укрылись в пещере и сказали, «Господь наш, даруй нам от себя милосердие. Укрепи нас им и защити от зла, и устрой для нас в нашем деле прямоту. Облегчи нам путь, который приведет нас к совершению таких дел, которые ты любишь, и мы станем идущими прямым путем». И мы закрыли их уши, погрузили в глубокий сон, в пещере на многие годы. Потом мы воскресили, разбудили их, чтобы узнать, чтобы показать людям, какая из двух спорящих между собой партии лучше сочтет срок, который они пробыли в пещере. Мы расскажем тебе, о пророк, весть о них поистине. Поистине они обитатели пещеры, юноши, которые уверовали своего Господа и стали покорными ему, и мы еще увеличили им прямое руководство, прибавили убежденности и стойкости на истине. И мы укрепили их сердца верой, и они утвердились в ней, когда они встали перед неверующим правителем, который упрекал их в том, что не поклоняются идолам, и сказали эти юноши, «Господь наш, только которому мы поклоняемся. Он – Господь, Создатель, Владыка и Управитель Небес и Земли. Не будем мы призывать вместо Него никакого Бога. Не будем поклоняться кому-либо, кроме Аллаха. Если бы мы сказали что-то другое, то получилось бы, что мы сказали чрезмерное, далекое от истины». Затем они сказали друг другу, «Это наш народ, и они взяли помимо него других себе богами, стали многобожниками. Почему же они, многобожники, не приводят ясного доказательства относительно них, божеств, что они достойны поклонения? И кто еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кто измыслил на Аллаха ложь, приравняв ему кого-либо? И вот вы отделились от них, от вашего народа, и того идолов, чему они поклоняются, кроме Аллаха. Так укройтесь же в пещере, чтобы поклоняться только одному Аллаху. Господь ваш прострет вам свое милосердие и уготовит вам поддержку для вашего дела, облегчит получение пропитания в этой пещере. И Аллах наслал на них сон и сохранил их. И ты, о смотрящий, видишь, как солнце, когда оно восходило, уклонялось от их пещеры направо, а когда заходило, миновало их налево, и они были в просторном месте, в ней, в пещере. Это то, что было так сделано из знамений Аллаха, указывающих на его могущество. Кого Аллах наставит на истинный путь, дарует веру и покорность, тот идет по прямому пути. А кого он вводит в заблуждение, оставит без своего содействия, после того, как тот сам выберет это, тому ты не найдешь ни покровителя, помощника, ни наставника. И ты, о смотрящий, подумаешь, что они, юноши пещеры, бодрствуют, а они в действительности спят. И мы переворачиваем их направо и налево, а собака их растянула лапы на порог. Если бы ты посмотрел на них, то обратился бы от них бегом и переполнился бы от них страхом. Итак, мы воскресили, разбудили их в таком же виде, в каком они были, чтобы они расспросили друг друга о том, сколько они пробыли в пещере. И один из них сказал, сколько вы пробыли. Они сказали, пробыли мы день или часть дня. Другие же сказали, Господь ваш лучше знает, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас с этими вашими деньгами в город. Пусть он посмотрит, у кого из жителей города чище пища, дозволенная и благая, и пусть придет он к вам с пропитанием от него, но пусть ведет себя спокойно, и пусть не даст знать о вас никому. Ведь они, если обнаружат вас, забьют вас камнями насмерть или обратят вас в их веру, в многобожие. И тогда, если вы сделаете это, никогда вы не обретете успеха, не войдете в рай. Итак, мы дали знать о них, о тех юношах, людям, которые жили в их время, чтобы они знали, что обещание Аллаха о воскрешении – истина, и что час наступления дня суда – нет сомнения в нем. Вот они разошлись между собой относительно их дела и сказали, «Постройте над ними, у этой пещеры, сооружение, храм, чтобы оно закрыло их, и оставьте этих юношей, ведь их Господь лучше знает про них». Сказали те, которые одержали верх в их деле, «Непременно мы устроим над ними мечеть». Скажут они, спорящие о тех юношах. «Их юношей было трое, а четвертым из них был их пес». И говорят другие из них, «Их было пять, а шестым из них был их пес». Лишь предполагая о сокровенном, не обладая достоверным знанием. И говорят третьи, «Их было семь, а восьмым из них был их пес». Скажи, о посланник, Господь мой знает лучше, чем вы число их. И не знают их тех юношей, кроме как только немногие из людей. Не спорь же, о пророк, в отношении их, о том, сколько их было. Иначе, как в явном, открытом споре, не углубляйся, а сообщи им только то, что дал тебе Аллах откровением. И не спрашивай о них, об обитателях пещеры, никого из них, из спорящих, потому что они не знают этого. И не говори о чем-либо, о каком-либо деле, «Поистине я сделаю это завтра», без того, чтобы сказать, если только этого пожелает Аллах. «И вспомни твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи, «Может быть, выведет меня мой Господь к более близкому пути, ведущему к истине, чем это по прямоте». И оставались они, юноши, в пещере своей спящими триста лет, и прибавили еще девять. Скажи, о пророк, если тебя спросят о них. Аллах лучше знает, сколько они пробыли, ведь ему принадлежит скрытое знание о сокровенном на небесах и на земле. Как он видит и слышит, нет у них помимо него никакого покровителя, и никого он не делает соучастником своего решения. «И читай, о пророк, то из книги Господа твоего, из Корана, что дается откровением тебе, никто не изменит его слово, и никогда ты не найдешь помимо него защиты. И удерживай себя вместе с теми, не отделяйся от бедных верующих, которые взывают Господу своему по утрам, от рассвета до восхода солнца, и по вечерам перед закатом, желая своими праведными деяниями увидеть лик его. И не отвращай свои глаза, свой взор от них в сторону богатых неверующих, стремясь к украшениям земной жизни. И не повинуйся тем, сердце которых мы сделали беспечным к поминанию нас, и кто последовал за своей прихотью, и дело его оказалось тщетным. И скажи этим беспечным, «Истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть станет неверным, но этим он навредит только себе». Поистине, мы приготовили притеснителям, неверующим, огонь, стены которого окружат их. А если они вас зовут о помощи, им помогут водой, подобной расплавленному металлу, которая опаляет лица. Как ужасно это питье, и как плох ад, как прибежище. Поистине, те, которые уверовали и творили праведные деяния, мы не погубим награды тех, кто совершал добрые деяния. Такие для них уготованы райские сады Аден, где под ними у их ног текут реки. Их обитатели рая украсят в них в райских садах браслетами из золота, и облекутся они в зеленые одеяния из атласа и парчи, возлежа, облокотившись там на ложах. Как прекрасна эта награда, и какое хорошее прибежище, рай. И приведи ты, о посланник, им, неверующим из твоего народа, притчу, пример о двух мужчинах, которые были в одной из прежних общин, и один из них был верующим, а другой неверующим. Мы устроили для одного из них двоих, а именно для неверующего, два сада из виноградников, и окружили их, эти два сада, пальмами, и устроили между ними, между этими двумя садами, посевы. Оба эти сада дали свои плоды, и ничего из них плодов не погубили. И провели мы между ними, между этими двумя садами, реку, чтобы было легко орошать сады и посевы. И было у него, у владельца двух садов, плоды, а также и другое богатство. И он сказал своему товарищу, верующему, который с ним беседовал, «У меня больше, чем у тебя имущество, и я сильнее людьми, помощниками». И вошел он, владелец сада, в свой сад, будучи притеснителем самого себя, от того, что не верил в воскрешение, и сомневался в наступлении дня суда, и сказал, восхищаясь плодами, «Не думаю я, что исчезнет это, сад, когда-нибудь. И не думаю я, что час, день суда настанет. И если я и буду возвращен к Господу моему, как ты, верующий, утверждаешь об этом, то, конечно же, я непременно найду у Аллаха лучшее, чем это, чем сад, возвратившись». Сказал ему, владельцу сада, его верующий товарищ, беседуя с ним, «Разве ты выражаешь неверие в того, кто создал тебя из земли, почвы, а затем из капли, семенной жидкости, а потом выровнял тебя, сделал стройным человеком? Поэтому тот, кто смог создать тебя изначально, сможет и повторить твое творение при воскрешении. Но я не скажу слова, подобные твоим, а скажу, «Он, кто дарует все благо, Аллах, Господь мой, и я никого не приобщаю Господу моему в сотоварищи, в поклонении и служении Ему? А почему бы тебе, когда ты входишь в свой сад, который восторгает тебя, не сказать, «Это то, что мне пожелал даровать Аллах?» Нет у меня мощи обрести это, кроме как с Аллахом, только с Его помощью. Если ты и видишь меня беднее, чем ты, и имуществом, и детьми, то, может быть, Господь мой даст мне лучше, чем твой сад, и лишит тебя благодати, и пошлет на него, на твой сад, наказание с неба, и станет он сад ровным и гладким местом, сравняет его с землей, и ничего на нем не будет расти. Или вода его, которой орошается сад, уйдет глубоко в землю, и ты не сможешь ее даже искать. И случилось то, о чем говорил верующий, и окружены были погибелью плоды его, неверующего, и стал он поворачивать свои ладони, выражая сожаление за то, что растратил на него, на свой сад. И теперь он, сад, пуст на своих основаниях, рухнули подпорки, которые поддерживали виноградную лозу, и говорит бывший владелец прекрасного сада, «О, если бы я признал благодеяние Аллаха и его могущество, то не приобщал бы в сотоварищи Господу моему никого». И не оказалось у него людей, которыми он гордился, которые помогли бы ему отвратить наказание Аллаха, которое постигло его, помимо Аллаха, и сам он был не в состоянии помочь самому себе. Там, в случае несчастий, помощь и защита лишь у одного Аллаха истинного. Он лучший, как дарующий награду, и лучший, как устраивающий конечный исход для своих верующих рабов, которых он берет под защиту. «И приведи ты, о посланник, им, людям, пример о земной жизни. Она, как вода, которую низвели мы с неба, как дождь. Смешались с нею, с той водой, и выросли растения земли. И вскоре стало это сухим и ломким сором, который развеивают ветры в разные стороны. И ведь Аллах над всякой вещью мощен». Богатство и сыновья – украшение земной жизни, а остающиеся навеки праведные деяния лучше у твоего Господа по награде и лучше по надеждам. «И помни о том дне, дне суда, когда мы двинем горы с их мест, и ты увидишь землю открытой, такой, на которой все видно, и соберем мы их, и первых, и последних, на месте расчета, и не оставим из них никого. И будут представлены все они твоему Господу рядами. И будет сказано неверующим. Вот вы пришли к нам для получения расчета и воздаяния, как мы сотворили вас в первый раз, босыми и ногами, без имущества и детей. Вы же в земной жизни утверждали, что мы не назначим вам определенного срока для воскрешения, расчета и воздаяния. «И положена будет книга, книга деяний каждого, в его руку, и ты увидишь бунтарей в страхе от того, что записано в ней. И говорят они, «Горе нам! Что это за книга? Она не оставляет, не упускает ни малого деяния и ни великого, не зачислив. И они нашли представленным все, что совершили в земной жизни. И не обижает Господь твой никого, нисколько, ни с кем не поступает несправедливо. И вот сказали мы ангелам, «Преклонитесь ниц перед Адамом, чтобы проявить этим уважение к нему и показать его превосходство». И преклонились ниц они, все ангелы, кроме Иблиса. Был он из числа джинов и ослушался повеления Господа своего. Неужели вы, о люди, возьмете его, Иблиса, и его потомство покровителями себе вместо меня, тогда как они являются для вас врагами? Как плоха для притеснителей замена повиновения Аллаху, повиновениям Сатане? Не брал я их, Иблиса и его потомство, свидетелями и помощниками притворения небес и земли или творения их самих, одних пресотворения других. И не стану я брать вводящих в заблуждение помощниками себе. И в тот день, судный день, Аллах Всевышний скажет многобожникам, «Позовите моих сотоварищей, о которых вы утверждали, что они достойны поклонения, чтобы они отклонили от вас наказание или чтобы заступились за вас. И они позвали их на помощь, но те ложные божества не отвечали им. И мы устроили между ними, между поклоняющимися и поклоняемыми, погибель в аду. И увидели бунтари, неверующие, огонь, ад, и подумали, поняли, что они непременно туда попадут, полностью будут погружены. И не нашли они от этого избавления, они уже никогда не смогут выйти оттуда. И уже мы распределили в этом Коране всякие примеры, чтобы они следовали им, чтобы они взяли из этого наставления и уверовали. Но человек больше всего, больше из всех творений, припирается. И ничто не мешало людям уверовать, когда пришло к ним руководство Коран, и просить прощения у Господа их, кроме ожидания того, что придет к ним пример гибели, прежних общин, которые они, насмехаясь, спросят у пророка. Или постигнет их наказание от Аллаха, которое они увидят прямо перед собой. И не посылаем мы посланцев, посланников Аллаха, кроме как только вестниками, радующими верующих раем, и увещевателями, предупреждающими, упорствующих в неверии, наказанием в аду. И припираются ложью, спорят, используя ложные доводы, те, которые стали неверующими, чтобы опровергнуть ею, при помощи лжи, истину. И принимают они неверующие наши знамения, книгу Аллаха и его доводы им, и то, о чем их увещали, наказание, о котором их предупреждали, с насмешкой. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кому напомнили о знамениях его Господа, и он отвратился от них, аятов, и забыл то, те плохие деяния, что уготовали его руки, что совершил он, и он не хочет прекратить совершать их. Поистине, мы положили на их сердца покровы, чтобы они не понимали его, истину, которая есть в Коране, а в уши их глухоту, чтобы они не постигли его смысл. И если ты их позовешь к верному пути, к вере, то они не ответят тебе, и никогда они не найдут верного пути. И Господь твой, о пророк, прощающий грехи своих рабов, когда они обращаются к нему с покаянием, обладатель милосердия по отношению к ним, если бы он схватил их, отворачивающихся от его знамени, за то, что они приобрели за их грехи, то непременно он ускорил бы для них наказание. Однако он сдержанный, и поэтому не торопится с наказанием. Но для них есть некий определенный срок, день воскрешения, когда будет воздано им по их деяниям, в который не найдут они помимо него убежище. И те селения, селения, где жили адиты, самудяне, народ пророка Лута, погубили мы, когда они, их жители, творили беззаконие, неверие, и установили мы для их гибели определенный срок, который, когда наступил, приходило наказание от Аллаха. И вот сказал пророк Муса своему слуге, «Не остановлюсь я, пока не дойду до места слияния двух морей, или буду идти годы, чтобы встретить того праведника, у которого бы я научился тому, чего не знаю». Это был Юша бин Нун, Иисус Навин, который был одним из пророков. Однажды пророка Мусу, мир ему, спросили, кто из людей обладает наибольшим знанием. Он ответил, «Самым знающим являюсь я». После этого Аллах ниспослал ему откровение, указав, что один из его рабов, а именно Хадир, знает больше, и тогда Муса решил встретиться с ним, чтобы учиться у него. Смотрите Сахих аль-Бухари. А когда они двое дошли до места слияния их двух морей и сидели у скалы, то оказалось, что они забыли о своей рыбе, которую Муса взял для еды, а она ожила, выпрыгнула из корзины и взяла свой путь, поплыла в море, как по проходу, в воде образовалось подобие арки. Аллах сообщил Мусе, что он встретится с Хадиром там, где исчезнет рыба, которую они возьмут с собой в путь, о чем забыли Муса и его слуга. Когда они достигли этого места, Аллах оживил рыбу, и она выпрыгнула из корзины и уплыла. Когда же они, Муса и Юша, прошли некое расстояние, он, пророк Муса, сказал своему слуге, «Принеси нам наш обед, ведь мы встретили на этом нашем пути усталость». Слуга Мусы сказал, «Помнишь ли ты, как мы укрылись у той скалы? Поистине, я забыл рассказать тебе о рыбе, что с ней произошло, и заставил меня забыть только сатана, чтобы я не упомянул тебе о ней, и она взяла свой путь в море чудесным образом, ожила и выпрыгнула». Пророк Муса сказал, «Этого-то мы и желали. То, что произошло, указывает мне на место, где я должен встретить того праведника». И оба они вернулись назад, к скале, по своим следам обратно. И нашли они, Муса и Юша, там одного из наших рабов, праведника Хадира, которому мы даровали милосердие от нас и научили его от нас некоему знанию, даровали ему некое сокровенное знание. Сказал ему Хадиру, Муса, «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о правильном пути?» Хадир сказал Мусе, «Поистине, ты не сможешь со мной проявить необходимое терпение». «И как ты, о, Муса, утерпишь то, что ты не объемлешь знанием, то, чего ты не знаешь?» Пророк Муса сказал, «Ты найдешь меня, если Аллах пожелает этого, терпеливым к тому, что увижу в тебе, и не ослушаюсь я тебя ни в одном повелении». Хадир сказал Мусе, «Если же ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем, что тебе не нравится, пока я сам не начну тебе об этом рассказывать, давать объяснение». И отправились Муса и Хадир дальше, в путь, по берегу моря. И когда они сели на судно, то Хадир продырявил его, вырвав одну из досок. Муса сказал ему, «Неужели ты продырявил его судно, чтобы потопить людей, находящихся на нем, и еще при том, что они взяли нас с собой бесплатно? Ведь ты совершил тяжкое дело», Хадир сказал, «Разве я не говорил, что ты не сможешь утерпеть со мной». Муса сказал, «Не укоряй меня за то, что я забыл, условия, которые ты мне поставил, и не возлагай на меня в моем деле при обучении у тебя тяготы, не будь слишком строгим». И отправились Муса и Хадир дальше, в путь. И когда они встретили одного мальчика, который играл с другими мальчиками, и тот Хадир убил его, оторвав голову. Муса сказал, «Неужели ты убил чистую душу, ни за душу, ни как возмездие за убийство, ведь ты сделал нечто очень порицаемое». Хадир сказал, «Разве я не говорил, что ты не сможешь утерпеть со мной?» Муса сказал, «Если я еще спрошу тебя о чем-нибудь после этого, то ты не держи меня своим путником, оставь меня, уже ты получил от меня извинения». И отправились Муса и Хадир дальше, в путь. И когда они пришли к жителям одного селения, то попросили накормить их, но те отказались принять их в гости. И нашли, увидели они там стену, которая была готова обрушиться, и Хадир поправил ее, и стала она ровной. Муса сказал, «Если бы ты хотел, то непременно взял бы за это плату, на которую мы купили бы еды». Хадир сказал Мусе, «Это разлука, время расставания между мной и тобой». Я сообщу тебе толкование того, чего ты не мог утерпеть, и спрашивал, и порицал меня. Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работали в море. Я же хотел его испортить, сделав пробоину, ибо за ними был царь, отбиравший все исправленные суда насильно. А что касается того мальчика, то родители его были верующими, и мы боялись, знали, что оставшись жить, он обречет их своих родителей, переносить беспредельность и неверие, они станут неверующими от любви к нему, так как Аллах изначально знал, что он будет неверующим. И мы хотели, чтобы Господь дал им, его родителям, взамен лучшего, чем он, чем убитый мальчик, по чистоте праведного и более близкого по милосердию к ним. А что касается той стены, которую я поправил, то она принадлежала двум мальчикам-сиротам в том городе, и был под нею, под той стеной, клад. А отец их был праведен и пожелал Господь твой, чтобы они, те два мальчика, достигли зрелости и извлекли свой клад по милости твоего Господа к ним двоим. И я не делал этого, всего, что ты, о Муса, видел по своему решению от самого себя, а по повелению Аллаха. Вот толкование, объяснение того, чего ты не мог утерпеть, и спрашивал, и порицал меня. И спрашивают они, многобожники тебя, пророк, о праведном правителе, Зулькарнае, скажи им, я прочитаю вам о нем упоминание, расскажу о нем. Поистине, мы укрепили его, Зулькарнайна, на земле, облегчили ему власть и победу. И дали ему ко всему путь, все, в чем он нуждался для достижения своей цели, как, например, знание, способности, силу. И пошел он по одному пути. А когда он дошел до заката солнца, то увидел, ему представилось, что оно как будто закатывается в горячий, грязевой источник. И нашел он Зулькарнайн около него у того источника людей. Мы сказали, о Зулькарнайн, либо ты накажешь, перебьешь их, если они не уверуют, либо ты устроишь для них милость, призовешь к вере и научишь их истинному пути. Зулькарнайн сказал, что касается того, кто поступил несправедливо, к самому себе, став неверующим, то мы накажем его в этом мире, а потом он будет возвращен к своему Господу и накажет он его тяжелым наказанием в аду. А что касается того, кто уверовал и совершал праведные деяния, то ему воздаянием будет наилучшее, рай. И скажем мы ему из нашего повеления легкое, будем с ним обходительны. Потом он, Зулькарнайн, пошел по пути. Когда дошел он до восхода солнца, то обнаружил, что оно восходит над людьми, для которых мы не сделали от него, от солнца, никакой завесы. У них не было ни построек, ни деревьев, которые бы укрывали от солнца. Так он судил людей, которые были на восходе солнца, так же, как тех, которые были на западе. И ведь мы объяли знанием все, что было у него, знали о его войске и оружии. Потом он, Зулькарнайн, пошел по пути. Когда он достиг места между двумя преградами, горами, то нашел перед ними теми двумя горами людей, которые почти не понимали речи других людей. Они сказали, «О, Зулькарнайн, поистине, племена людей Яджудж и Маджудж сеют беспорядок на земле, уничтожая людей и посевы. Не установить ли нам для тебя дань, чтобы ты устроил между нами и ними преграду?» Зулькарнайн сказал, «То, в чем укрепил меня мой Господь, даровал власть и способности лучше, чем ваше имущество. Помогите же мне силой, я устрою между вами и ними преграду. Принесите мне куски железа и укладывайте их вместе с дровами и углем в этом месте». А когда он сравнял между двумя склонами, заполнил пространство между ними, сказал, «Раздувайте огонь». И когда он превратил его железо в огонь, когда все железо было охвачено огнем, сказал, «Принесите мне, я вылью на это, на стену, расплавленную медь. И не могли они, Яджуч и Маджуч, взобраться на это, на преграду, и не могли они продырявить ее, преграду, снизу». Зулькарнайн сказал, «Это, то, что я построил, по милости от моего Господа к людям. А когда придет обещание Господа моего о выходе Яджуч и Маджуч, он сделает это пылью и сравняет с землей. И ведь обещание Господа моего истинно». И оставили мы Яджуч и Маджуч так, что когда наступит наше обещание об их выходе, одни из них, из Яджуч и Маджуч, будут наваливаться на других, от их большого количества. И в день, когда будет дунуто в трубу на воскрешение творений, то мы соберем их всех, все творения, для расчета и воздаяния. «И представим гиену, ад в тот день, в день суда, перед неверными открыто, чтобы они перед тем, как войти в нее, увидели, какое наказание их постигнет. Тем, глаза которых в земной жизни были закрыты от моего напоминания, они не видели моих знамений и которые не могли слышать доводы, которые ведут к истинной вере. «Неужели думали те, которые стали неверными, взять рабов моих вместо меня покровителями, поклоняться им, чтобы они защитили их? Поистине, мы приготовили гиену, ад, для неверных, как место пребывания. Скажи, о пророк, людям, предупреждая их, не сообщить ли мне вам про потерпевших наибольший убыток в делах, тех, усердие которых заблудилось, пропало в земной жизни, и они думают, что они поступают хорошо? Такие это те, которые стали неверующими в знамения их Господа и во встречу с ним, и оказались тщетными их дела, так как от неверующего никакие дела не принимаются, и не установим мы для них за их благодеяние в день воскрешения никакого веса, их благодеяние ничего не будут весить. Это воздаяние им, гиена, ад, за то, что они стали неверными и принимали мои знамения и посланников с насмешкой. Поистине, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут для них вечные сады Фердауса, самой высшей ступени рая, как место пребывания. Они вечно будут пребывать в них, в райских садах, не желая для себя замены их, тех садов. Скажи, о посланник, если бы море было чернилами для слов Господа моего, чтобы записать их, то иссякло бы море чернил раньше, чем иссякли бы слова Господа моего, даже если бы мы добавили еще подобное этому морю чернил в дополнение к первому. Скажи, о посланник, ведь я всего лишь человек, подобный вам, и внушается мне откровением, что Бог ваш, о люди, только которому можно поклоняться, есть единственный истинный Бог, Аллах. И кто надеется встретить своего Господа в день суда, пусть совершает праведное дело в соответствии с его установлением, и пусть никого не приобщает в поклонение Господу своему.